доброе утро мои дорогие друзья на дворе у нас 3 августа вот такой сегодня ветер так сказать погода не подходит для рыбалки у нас парка хозяйственные частности банна прачечный вот завели машинку стираем может быть надеюсь к вечеру улучшится погода может быть получится у нас поливать ну а пока хозяйственные дела вот друзья поехал полоскать на лодке белье у меня было заряжено 4 жерлица и вот на одну клюнула щучка на 910 грамм наверно жарить надо ее все испортится же вялит никак у нас там все занято а так еще не подловить нифига потому что вот волна там барашки даже закручивается я выпал на лодочке подальше вот такая щучка с утра порадовала а то вчера клевали какие-то там вообще карандаш итак жарим рыбу рыбу мы любим она нам не надоедает как ни странно ведь очень вкусная и полезная а самая интересная это то что она свежая здесь у нас еще копченые щуки недоеденные рыбу мы едим без всяких гарниров потому что на какие гарниры нам тогда рыба будет не съесть и придется выбрасывать просто как шашлыки вот и дядя без ничего так и мы рыбу едим без ничего хлеба так что сегодня у нас снова рыбное меню и на обед и на ужин так друзья вот у нас уже ранее сейчас 6 часов покушаем и поедем подорожем жареная щука и копченые щуки завтра обещают ветер и послезавтра тоже и потом помогу не надо дня завтра после завтра да и там утром и днем и вечером так что надо сегодня подорожить потом наверное не получится поставил еще пару жерлиц и того у меня можно сказать 7 стоит вот сегодня утром приятный сюрприз был поехал белье полоскать . вот мы ее едим вчера конечно у нас клевали уж совсем уж очень мелкие щучки некоторых выбросили там размером сплату надеюсь сегодня такие не будут мелкие клевать а так все хорошо живем на природе у меня здесь душа отдыхает красота итак ребята где-то около семи часов вечера мы вышли подорожить вот приехали к нам там люди рядом с нами стали две женщины земляки так сказать приехали здесь на ватаваару ну так переночевать одну или две ночи может может три палатка их будет стоять завтра они уйдут в поход ватаваар это самое мистическое место карелии здесь рядом находится это гора такая ватаваара туда очень много туристов приезжает и вот наверное вечером там в лагере снимать не будем как бы придут к нам эти женщины в общем на ужин вот так что неудобно просто съемку вести поэтому ну пока плаваем снимаемся будет отливать пока плывем минут 20 пока ничего так ребята кто-то зацепился на ленин спиннинг я на кого-то поймала посмотрим кого кто-то маленький конечно может такой нёк опять как вчера хотя здесь вот и большие экземпляры ловят по 7 килограмм ну не знаю мы тут не ловили как бы никогда больше полутора наверно какой там кило с копейками он сам большой а щучка ну не буду я ее пацанчиком брать ах не прошло и трех минут Лена опять кого-то поймала сейчас посмотрим кто это кто-то тоже небольшой так надо лодку выровнять камни всякие ай отвалилась самар забилась маленькая а опыт ну ребята хорош такой опыт о за глаз короче представляете там путевый опыт а такой да пойдет ох ребята на ленин спиннинг не прошло и пяти минуты опять кто-то попался ну очень-очень мелкий наверное микро опыт какой-нибудь конечно вот это все неприятно когда клюют такие мелкие больше сматываешь подматываешь распускаешь каждый раз их вынимать там неволево порежено крупнее не окунь вот такие щучки ну что это ее мое сейчас отпустим так ребята кого-то вену зацепило неудобно немножко я остановился тут тоже наверное мелочкой опять неудобно все это крупные то у нас они глюют нафига а что-то потерялась никого не чувствую так вроде все нет уже есть еще играет не хотит к нам побольше чем кеда так ребята кто-то на ленин спиннинг опять клюнул кого-то лена поймала посмотрим если поймала что бывает и ты ходит кто там у нас щучка может уйдет может уйдет не охота даже подсачек брать они небольшие вот такая съедобная но хорошенькая хороша для здешних мест и упала сама отцепилась они сами оцепляемся душа отдыхает здесь красота острова каменные глыбы это конечно не есть хорошо хоть и смотрится красиво рыба клюет островов здесь немерено озеро мелкое поэтому и островов миллион собачки спят рыба лежит мы балдеем в лодке плывем периодами пьем чай погодка отличная продолжаем так ребята Лена кого-то опять поймала не охота останавливаться лень это небольшой поэтому снимаем на ходу явно что не крокодил сейчас посмотрим кто это только чай налили попить ё-моё и у меня клюет кто-то одновременно ё-моё а это моя я её вижу не небольшая щучка по-моему ну опять опять тебя отпускать а он сам отпустился сам отпустился да так так а у меня кто-то клевал но нету ну или нету ничего я вообще тут не сцепилась нету нет 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 наверное наверно да с траванами какая поцепилась только чай налили вот хотели попить чаю плюнул какой-то маленький толку с него нету а у меня там не никого нету а никого вот ребята у меня часто клюет но почему-то вот с этих плёсен с моих на которые клюёт время отцепляется вот сейчас опять клюнуло как жалко опять сходка не дает да оно почему-то плохо зацепляется ну вот такие ну покажи плюёт таки с конца оно сходы сейчас клюёт сидит пока поплёвок много очень причём на неё такие не совсем мелкие клюют покрупнее чем у меня это разворачивает нехорошо вот Лена камера просто держит так бы конечно чик-чик-чик кто-то да ну вот 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 такая получая ну как ну да это получая взгляд ну завтра на еду поймали поэтому всё нормально ладно рыбка есть до завтра доброе утро доброе утро мои дорогие друзья на дворе у нас четвертое августа четверг встал сегодня пол девятого утра спали хорошо ночью было холодно не смотрел сколько градусов ну на улице вот посидели тут поговорили спать спать легли мы где-то пол второго наверное ну сейчас ещё попил кофе поеду посмотрю жерлицы свои пока сильно не раздуло озеро сегодня обещали сильный ветер сейчас плыву вот к тому островку там у меня две жерлицы стоит сейчас посмотрим ветер сегодня обещали большой на жерлицах что на островке никого нет шевцов на обеих тоже нет видимо объела вот единственное здесь вот возле лагеря подозрение вызывает одна жерлица стоит косо ну что-то тоже особо не надеюсь сейчас проверим посмотрим ну да я не ошибся щучка одна на жерлицу здесь которая косо стояла ладно там у нас ещё есть рыбы хватает ребята сейчас покажу уже показывал как филе срезают щуки то есть вот выпотрошил помыл потом вдоль позвоночника вот надо чтоб нож был острый да вдоль позвоночника это дело срезаю вот да теперь это дело отделяем от кожи делаем здесь вот так вот надрезик я я сатижами использую чтобы удобно кожу держать кожу держим и вот такими движениями проводим ножом остается кожа кожа отдельно так сказать мясо отдельно будем будем пельмени делать сегодня раньше мы давно как-то всё это дело целиком мололи ну сейчас выбираем только филе на фарши и на выходе у нас у нас вот такое филе а это выбрасываем как-то так 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 ребята сейчас мы это филе перемалываем на фарш с лучком а такой на выходе у нас фарш светлый как-то так как-то так вот так такая сильная ветреная погода сильный ветер я имею ввиду порыбачить всё равно не получится поэтому самое время делать пельмени в такую погоду что-то фарша куча не знаю вот ну женщин покормим если ну тут соседи соседи с питера тоже они уехали на ватаваару на экскурсию к вечеру должны вернуться если будут они конечно я вот например очень люблю рыбные пельмени на добавить ну ладно лепим дальше лепим дальше горячие а там еще фарша куча вот наделаем женщинам к ужину пельменей да наверное обжарим их на сковородке ну а так не сохранить у нас же морозилки нету ну да пельмени только пока жарить обалденные пельмени у нас их куча так что приглашаем всех к нашему столу и ну да а так мят вкусная вещь рыбные пельмени все с ними не сравните потом зимой будем вспоминать Крайскую жизнь. Ну да, наверное, никто не делал перемене. На рыбалке? На рыбалке. Не знаю. Обалденно. Ну что, вкусно, как всегда. Щука молодая. У меня слепень. Слепнее куча. Жарко, вот разделся, но кусают. Комары пропали куда-то. Комары вечером пойдут. Вот, как перец. Пострелать. Птючка там, конечно. Еще целую кучу навалили пельменей. Их сразу решили обжарить. Правда, некоторая форма ломается у них от обжарки. Ну а просто если их оставить в воде, то они подраскиснут, я думаю. Размокнут? Еще немного. Размокнут, да. Не сохранить же никак. А так, может, наши женщины поедят рыбных пельмешков. Вот такие дела. На озере Штором. Но у нас здесь немножко место закрытое, поэтому здесь волна, конечно, небольшая. А вот если подальше туда, то ни для какой рыбалки, конечно, не годится. Там и барашки, наверное, и все. Там капитально. Но сейчас, наверное, все равно подуменьшился ветер. Хотя порывы порой сильные. Мыс, где раньше мы стояли. Вчера посмотрели, он там весь оккупирован туристами. Там палатки. Там. Еще одна компания уехала. Тут тоже стояли. И там еще с другой стороны не видно их сейчас. Стоят микроавтобус, прицеп огромный, шатры тоже. Все дела. Так, ребята. Это ночь на дворе. Ну, женщины там сидят, разговаривают. Я тут зашел, так сказать, спокойной ночи пожелать моим зрителям. Сплавал. Перед тем, как стемнело, проверил жердицы. Попала щечка одна такая. Средненькая. Для здешних мест средненькая. А так, на 4 дня плохая погода в плане ветра. Ветер сильный сегодня, завтра, послезавтра и следующий день. Пока вот в прогнозе так. Дальше может тоже прибавить, не знаю, 4 дня ветров сильных. Это все нехорошо. Ну, что делать? Что поделаешь? Ладно. Спокойной ночи. До завтра. Доброе утро. Встал в 8.30. Сейчас попью кофе. И поеду проверять жердицы. Не знаю, если бы кофе не было, что было делать? Пока нет большого ветра. Это черное. Сегодня обещали сильный ветер. Вот две жердицы у меня странно стоят. Как-то одна коса. Стоит. Сейчас посмотрим. И вторая. Шевелилась палка даже сейчас. Сейчас мы посмотрим, если там что. Я не ошибся. Маленькая щучка. Ну, на остальных, на некоторых жердцы объедены. Но ничего не попалось. Плывем в лагерь. Так, дорогие мои друзья. Сегодня пятница. Какое там число-то? Сейчас посмотрю. Забыл. 5 августа. Жаркий очень день. Плюс 27 обещают. С утра подорожил. Часик-полтора, наверное, ни одной поклевки. Ну, и ветра сильные будут. Еще ближайших 3 дня в прогнозе. Так что... Рыбалка будет у меня навряд ли. Ну, на этом, наверное, эту серию закончу. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова